Сегодня недельная глава Торы называется И Маше, он говорил свою последнюю речь Ну, Бог, Маше, говорит, мне сказал Ну, не войдешь туда, короче говоря Поэтому Маше дает им наставление Дает им наставление И в этой недельной главе он говорит об очень важных вещах То есть он как раз начинает излагать Перед этим он говорил, в общем-то, об истории Как они дошли сюда и что там с ними происходило Много чего и хорошего и плохого А теперь он начинает наставлять свой народ Как лидер нации, да Как духовный лидер, как фактически лидер нации Он начинает наставлять свой народ Тому, чему ему Бог передал И он говорит, с самого начала он говорит самые важные вещи Вот, те, которые потом он разъясняет Потом вот снова к ним возвращается Он неоднократно их повторяет Но они очень, очень и очень важные Вот, и теперь вот в этой главе Маше говорит о том Что необходимо делать для того, чтобы народ завоевал землю обетованную И процветал в будущем Чтобы он предостерегает его от того Что будет, если народ уклонится от заповедей И дает повеление о том, как важно передавать сыновьям и сыновьям сыновей То, что Господь заповедовал и то, что Маше им передал И давайте начнем с Торы Второзаконие, 4 глава, 39 стих Сегодня у нас не будет там по техническим причинам Поэтому будьте внимательны Четвертая глава, второзаконие, дворим, 39 стих И до 40 Итак, знай ныне и положи на сердце, что Господь Бог твой Есть Бог на небе вверху и на земле внизу И нет еще кроме Его Другими словами, Бог говорит, я все вижу Все знаю про вас абсолютно И дальше говорит Храни постановление Его и заповеди Его Которые я заповедаю тебе ныне Зачем храни? Да чтобы хорошо тебе было Чтобы тебе было хорошо Тебе и сынам твоим после тебя Чтобы ты много времени пробыл на той земле Которую Господь Бог твой дал тебе навсегда Бог любит, друзья, это в Его характере Чтобы у нас было все хорошо Он создал прекрасную землю С прекрасным климатом и туда что не сделаешь Там все растет и дает огромные плоды Ну, люди, знаете, что они выбрали И им стало что? Плохо Вот к чему приводит грех Поэтому, а Бог говорит Если вы будете исполнять заповеди То вам будет хорошо в этой земле Почему? Потому что я буду вам Богом Я буду заботиться о вас Земля будет все давать вам Вы будете здоровы В общем, вам будет хорошо Ну, люди стали, короче, вести себя Как они стали вести Там сначала один брат убил другого Потом, короче, начали отнимать все друг у друга Убивать, завидовать и так далее А сейчас дошло до того, что 25 Вернее так Даже при всем при том, что землю люди угробят Вот со всей страшной силой А тем не менее Все равно на всех все хватает По большому счету Но 25 семей владеют там Половиной богатства мира И людям что? Многим не хватает Непонятно, что они там С теми богатствами этими делают Потому что род-то он один Всего-то вообще-то И глаза два Все не поместится даже Понимаете? Ну, вот так вот Вот к чему привел К чему привел грех И Но Бог говорит Друзья Ну, в этой Главе, которую мы изучаем Бог говорит У меня есть хорошая новость Для вас Хорошая новость Вы можете жить хорошо Но есть одно условие Можно я его повторю? Может быть, кто-то не услышал Храни постановление его И заповедь его Которую я заповедую тебе ныне Аминь Вот И будешь жить хорошо Ну, понятно, что Это Мы живем в грешном мире И, соответственно Всякие бывают события Но Бог говорит Я всегда Во всех обстоятельствах Буду с тобой Я проведу тебя Я помогу тебя Я укреплю тебя Я исцелю тебя И так далее То есть Бог Он обещает Даже в этом грешном мире Быть с нами Какие заповеди? Что имеет в виду Маше? Говоря о заповедях Они даны В законе Маше Ну, говорят, что их 613 Кто их считал? А в концентрированном виде Они где у нас даны? В 10-ти слове Да, в 10-ти слове А Ешо Он еще вообще к двум Как говорится, свел Да? Ну, в развернутом виде Скажем так Конспект заповедей Это Это 10-ти слове Вот И здесь Маше Вот в 6-й главе Значит, он снова Вернее Да Так, да В начале 5-й главы Дворим Он снова излагает Значит, эти заповеди Вот И в конце Когда он повторяет Заповеди 10-ти слов Он говорит Смотрите Поступайте так Как повелел вам Господь Бог ваш Не уклоняйтесь Ни направо Ни направо Ни налево И ходите по тому пути По которому Повелел вам Господь Бог ваш Зачем? Ну, здесь Еще есть Один такой поворот Очень интересный Дабы вы Были живы Ну, здесь Нет намека На вечную жизнь Здесь Говорится О жизни здесь На земле Дабы вы Жили Хорошо Вы имели Полноту Жизни Чтобы у вас Все Получалось Вот во всем В семье Там На поле Вот Пошли на войну И там Все получалось В общем Чтобы у вас Все Получалось Чтобы было Да И он еще повторяет Чтобы вы были живы И хорошо было вам Ну, он точно любит Бог Когда у нас хорошо Но всегда есть условия у Бога Понимаете Вот Любит он нас Безусловно И он это доказал Ешо Да То, что он послал сына своего Но когда мы начинаем с ним Говорить о том Что, Боже А вот Было бы неплохо еще И вот это вот Вот То он говорит Ага Без вопросов Я за Я хочу, чтобы ты жил хорошо Но Исполняйте мои заповеди Да Вот И в современном христианстве Мож Есть много различных представлений О том Как сделать Чтобы было хорошо Вот Ну Многие Считают Что для этого Достаточно определенных Религиозных обрядов Да Или там Съездить по святым местам Или в какой-то монастырь Там Какую-то особую святую келью Там Неделю там Пожить Помолиться Там И так далее Или Или поехать на Какую-то протестантскую конференцию За тебя Такой Большой служитель Значит Возложит руки И помолится И твоя жизнь Вот сразу Изменится То есть характер твой не меняется Ты ничего не делаешь А вот жизнь Она Вот сразу Изменится Ну Такие имеются Такие имеются Представления Или знаете Вот самое Духовное Такое Знаете Опираясь на Слово Ищите же прежде всего Царство Божие И правда его И это все Приложится вам Ну то что хорошо Я имею ввиду Приложится Если будешь искать Царство Многие говорят Мы будем искать Бога Значит Все вот это Оно приложится Оно правильно Оно так Но если человек Ищет царство Для того чтобы оно Приложилось Это уже будет Некое лукавство А с лукавым Бог Поступает По лукавству Его Понимаете Вот Рав Шауль Говорит что Тора дает нам Много образов Которые Направильно Помогают Писание И вот давайте Вот это вот Самое духовное Представление Наше Ну то есть Приближаемся К Богу И мы что-то То есть мы понимаем Что значит Приближаться К Богу Ну чтобы пощупать Это можно было Потому что Вот мы помолились Вот мы Можем понять Насколько мы Приблизились Но не всегда Иногда мы чувствуем Иногда Иногда не чувствуем Но есть знаете Образы Которые помогают Нам понять Что мы действительно Приблизились к Богу Что мы действительно Познали Его Что мы Его любим И так далее Вот смотрите Я тоже не раз Об этом говорил Но я в учебном Как говорится Плане еще раз Повторю Вот представим Вот образ Скини Да Вот она стоит В пустыне Народ вокруг Скини И мы движемся В направлении Госкорда Как мы движемся С внешнего двора Через вход Мы движемся Во внутренний двор Там видим умывальник Потом видим жертвенник Потом мы ходим Святое святых Видим там Минору Столы предложения Хлебные Жертвенник Жертвенник для курений А потом заходим Святая святых Никого там не видим Но стоит Такой ларец Или такой сундук Обитый золотом С шестами С херувимами И все И мы открываем И что мы там видим Скрижали Друзья И мы там Видим скрижали Вот Для нас Самый большой Образ Приближения к Богу Если мы приближаемся К Богу Мы Познаем Его заповеди И понимаем Как их исполнить И Ешоа нам еще Дал очень много Его крест Его крови Она нам помогает Он дал нам силу Исполнить Он дал нам силу Чтобы наша плоть Она не была ослаблена Он дал нам силу Их исполнить И в сегодняшнем И в сегодняшнем разделе Бог еще раз напоминает нам О самом лучшем Пути приближения к Нему И познания Через понимание И исполнение Его слова Знаете Я вот Скажем так Мне очень нравился Вот эта вот тема Заповеди Знаете почему Как служителю Мне приходится соприкасаться С жизнями людей Особенно когда Эти жизни вдруг приходят В какое-то Ну такое разбитое состояние И я понимаю Ну и за собой тоже Это же я не только Такое знаете Понял А сначала на себе понял А потом начал на других понимать То есть когда мы Не исполняем Не знаем их Не исполняем Это не освобождает нас От незнания Даже если мы любим Бога Вот мы говорим Боже мы тебя любим Все в сердце Все в душу Вот мы не исполняем Что-то Оно потом все равно Оно все равно Потом К нам Аукивается Понимаете Друзья И потом Какие-то проблемы Происходят 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 Нету других Как бы Таких больших Негативов Ну говорят Лев рыкающий Дьявол ходит Как лев рыкающий Да ходит Но если ты исполняешь Ты защищен Вот в чем вопрос Ты защищен Написано Он не прикасается К тебе Не прикасается Но если ты даешь Слабину Вот здесь Он тут как тут У него уже всегда Он видит Он опытный И он знает Как тебя достать Нас достать Имеется ввиду Итак Ну мне могут сказать У меня еще несколько минут есть Ну это уже знаете Вот заповеди Это как-то оно не очень духовно Это законничество Там это Ну есть люди Я вам хочу сказать Их много людей Вот я в фейсбуке Просто стараюсь Закрывать глаза Чтобы ну просто Их не видеть Потому что их миллион Понимаете Вот они Они просто Я не знаю Откуда такие верующие Берутся Вот Ну вот Благодать Вот А что такое благодать Они не могут рассказать Друзья На самом деле Я вам скажу по секрету Благодать Это Знать Бога Адана Бдана Чтобы знать Бога Знать его заповеди С помощью Духа Святого И исполнять их Духа Святого Вот Если вы наберете Слово благодать Вы увидите Что благодать Она дана прежде Для этого Не для того Чтобы работу хорошую найти Здоровым быть Это тоже входит В понятие благодати Но сначала Вот это вот Понимаете Вот Ну люди как-то Вот они Они по-другому считают Как бы О благодати Так вот Так вот Они говорят Ну здесь Здесь мало эмоций Ну что Писание говорит И про эмоции При этом И как раз В этом В этом разделе Торы Это Это Дворим 6 глава 4-5 стих Слушай Израиль О Знаете Да Шма Израиль Вот Господь Бог наш Господь Один Есть И люби Господа Бога Твоего Всем сердцем Твоим Сей Душой Твоей Всеми Все Что в тебе Есть Всеми Фибрами Своей Души Ну ладно Эмоционально Скажем Ну а Дух Где Ну Тоже Писание Об этом Есть Ишо Говорит Слова Ну в том числе И заповеди Которые Говорю я вам Суть Что Дух И жизнь Вот оно Друзья Вот оно И знаете Какая Самая большая Мечта Была У Господа Я об этом Не раз говорил Многие Наверное Знают О чем я скажу Ну До прихода Ишо Ну Мечта Это такое Понятие Относительное Вот Наступают Дни Говорит Господь Я уже Заканчиваю Когда Я заключу С Домом Израиля Домом Иуды Новый Завет Ну вот Завет Который Заключу Вложу Закон Мой Во внутренность Их И на сердцах Их Напишу И буду Им Богом А они Будут Моим Народом И вот смотрите Что дальше Произойдет Если Закон Заповеди Условно Говорят То что О чем Маше Говорит Оно Напишется На сердцах И не будут Учить Друг друга Брат Брат И говорить Познайте Господы Ибо Все Сами Будут Знать Меня От малого До большого Говорит Господь Аминь Вот Это Его Исполнившаяся Мечта Во многих Из нас Друзья Потому что У многих Из нас Я не говорю Всем Я не знаю Это Бог Знает Но заповеди Они написаны На скрижалях Сердце И при том Если кто-то думает Что в Брит Хадаша В Новом Завете Не надо Мало заповедей Друзья Если посчитали Евреи Посчитали 613 заповедей То нашлись христиане Которые посчитали Наши заповеди Их оказалось Аж 1045 Друзья Но хорошая весть Хорошая весть Я не знаю Я читал Об этом Но хорошая весть Знаете в чем Что Ешо Он открыл Новый путь Исполнения Заповедей Да Через крест Через силу своей крови Через его действия В нашей жизни Он дал нам силу Не бояться А как Давид Что Наслаждаться Этими заповедями И закончу Я тем Что Когда мы говорим Что мы познали его Это 1 Иоанна 2.3 Узнаем из того Что соблюдаем Заповеди его Ибо это есть Любовь к Богу Чтобы мы соблюдали Заповеди его И заповеди его Какие Они не тяжкие Они легкие Они дают наслаждение Друзья Они оберегают нас Они дают нам силу Они дают нам уверенность И крепкое основание Для строительства Нашей жизни А слава вся Кому? Господу Ешо Мессии Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok